Приветствую всех! С вами правозаступник Юрий Шулипа и наша программа «Народ должен знать». Мы не подменяем органы власти. Наша задача состоит в том, чтобы донести до общества правду и осветить творящийся произвол судей, правоохранителей, чиновников, а также повысить правовую грамотность населения. Сегодня у нас в гостях Андреевская Тамара Витальевна, мама незаконно осужденного сына Андреевского Василия Константиновича. И она расскажет нам всю историю о том, как осудили ее сына и, соответственно, как обстоят дела сейчас. То есть она полностью расскажет о всем своем пройденном пути, пока ее незаконно осужденный сын находится в местах лишения свободы. Пожалуйста, Тамара Витальевна. Здравствуйте! История началась в 2002 году, 21 мая. То есть 21 мая 2013-го уже исполнился ровно 11 лет, как мой сын находится в местах лишения свободы. Строгого режима ему дали, 15 лет. В чем проблема? То есть что ему вменяют? 105-я часть первая – это убийство. Убили нашу знакомую, маму девушки, за которой он ухаживал. Дело в том, что его забрали прямо из квартиры, где он прописан. В протоколе задержания было написано, что он задержан на месте происшествия, хотя случилось это все в другом районе. Что он без паспорта, что он без определенного места жительства, что он бомж. Далее. Задержали его не одного, вместе с другом, вообще там несколько человек задержали. Я так понимаю, обрабатывали окружение. На тот момент я была в другом городе. У нас там несчастье случилось. Я выехала в Санкт-Петербург. Сына оставила, потому что он тут сдавал экзамены. По закону обязаны уведомить родителей, тем более моему сыну, на тот момент только-только исполнилось 19 лет. Должны уведомить близкого родственника, не обязательно родителей близкого родственника, жену, мужа, у кого там захватили, о том, что случилось. Что человек задержан. В течение 12 часов должно это произойти по закону. Мне сообщили только через трое суток, после того, как уже из него выбили чистосердечное признание. Значит, что незаконно. Должны сразу поместить, ну, в данный момент, вот сейчас, должны через суд арестовывать. В 2002 году, весной, еще нового УПК не было, и могли задерживать на 72 часа. Тем не менее, эти 72 часа человек должен находиться в ИВС. Это изолятор временного содержания. Он же находился в ОВД Северного Недведкова. То есть там не кормят, нет спального места. Ну, плюс к этому, моего сына не водили в туалет, вливали водку насильно в горло. Это у нас есть протоколы судебного заседания, где допрашивали милиционера Либина, оперуполномоченного, который признался, да, я ему водочки наливала. На что мой сын говорит, что меня держали за руки, за ноги, вливали в горло водку. Избивали. По этому поводу мы подали в суд, в Останкинский. В принципе, мы подали в Бабушкинский, но почему-то по подсудности перенесли в Останкинский. И Останкинский сказал, раз все дело уходит в Бабушкинский, я не буду это рассматривать. Мы подали в Страсбург. Через 6 лет мы выиграли Страсбург. К сожалению, только третью статью, но опять же, она пытки. Это статья, это пытка. Пытки и истязания. Это статья, это конвенция. И сейчас все отказывают, что это же только условия содержания. Это же условия содержания. Нет, это не условия содержания. Это именно пытки, именно прессинг, и не обязательно даже физические, и психологические тоже. Тамара Витальевна, скажите, а кто избивал вашего сына? Назовите фамилии, имена, отчества этих лиц. Ой, я даже это опубликовывала в Фейсбуке неоднократно. Кто это за люди? Так, это сейчас, Мурадян, Сердюков, Липин. А, имена есть у них какие-то? У меня с собой нет. Ну, хорошо. Хотя, 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 сейчас ощущаю. Могу найти. Давайте, посмотрите. Могу найти. Да-да-да-да. Все есть. Они потом же оказались главными свидетелями по делу. Вот у меня сейчас в руках... Вот именно оказались свидетелями по делу. Хорошо. Кому я не покажу, все удивляются. Кому я не покажу, все удивляются. Так, Сердюков Владислав Витальевич является на тот момент в 2002 году оперуполномоченным 2-го отдела УУР ГУВД города Москвы. Так, Мусуров Арман Джамбулович, являющийся на тот момент в 2002 году оперуполномоченным уголовного розыска ОВД района Северная Медведкова УВД СВАУ города Москвы. Так, Мурадян Сергей Завенович, являющийся в 2002 году начальником 2-го отделения ОРЧ при ОУР УВД СВАУ города Москвы. Так, еще один, подождите, это раз, два, три. Либин. Либин Кирилл Владимирович в 2002 году являлся оперуполномоченным уголовного розыска ОВД района Южного Медведкова УВД СВАУ города Москвы. Что выяснили мои защитники и адвокаты, что каким-то образом вот эта компания так собралась после рабочего времени, да, то есть они все с разных. Один с Южного Медведкова, другой с Северного Медведкова. Так, Сердюкова я называла, да, оперуполномоченный УРГУВД. То есть мне даже, я ничего не понимаю, да, но мне как бы сказали даже с Петровки примчался. Ну понятно, убийство. Убийство было страшное. 17 ножевых ранений. Пробита голова. Почему-то раны на голове не исследовались. Они так в деле остались незатронутыми, потому что там явно молотком орудовали и решили, видно, я не знаю уже их каких-то подводных... В общем, ситуация такова. В первый день следствия все, что изъяли с места прижествия, все-все-все-все было уничтожено прокуратурой до приговора, что само по себе является уголовно наказанным деянием. Я понял. А скажите, вот эти фамилии и люди, которые вы их перечислили, как они вашего сына пытали, что они применяли? Как сын мне рассказывал? Да. Как они уговывали показания? Во-первых, сейчас еще уточню. Значит, два года, девять месяцев я как мать не имела свидания с сыном. У меня не было никакой информации. То есть вы вашего сына вообще два года физически не видели? Два года, девять месяцев я его не видела. Ну хорошо, ладно, подарите. А эти люди, объясните, как они его убивали показания? Потом, когда я уже к нему приехала в колонию, когда уже была на свидании, его расспрашивала, конечно, ему было очень больно все это вспоминать. Он говорит, ну меня как мячик, просто как мячик использовали. То есть избивали ногами и в пах, и в поддых там. Он говорит, конечно, жестко, но он у меня спортсмен, понимаете? Плюс он такой очень чистый, светлый парень, морально-идейноустойчивый. Он держался, но когда ему сказали, что сейчас твою девушку сюда привезем, твою маму, у тебя на глазах их, извините, изнасилуем, это мы даже писали в Страсбург. И вот так же почекаем, как эту несчастную погибшую Леру Калерию Минину. Вот. И он говорит, мама, естественно, я подписывала уже не глядя все, что мне давали, только чтобы вас с Яной не трогали. Вот. И вот эти люди, это был первый этап. Затем следователь, тот самый следователь, Гульянс. – А его отчество какое? – Ой. – Да, и отчество я должен делать. – Тут его и нету, потому что он был только первый день. Так как он очень грамотно начал расследовать, очень грамотно, его сразу раз убрали. И дали совершенно молодому, новенькому следователю Никитину Алексею Константиновичу. А.К. Не помню. Алексей точно, по-моему, Константинович. – Так, это следователь УВД? – Это следователь Бабушкинской прокуратуры. – А, да, да, да. – Бабушкинская прокуратура. Вот ему было на тот момент 22 года. И это было десятое или девятое дело, как он мне проговорился. И он мне хвастался, что все девять перед нами у него обвинительные. Я говорю, вы хоть какую-нибудь версию рассматривали? Дайте мне свидание с сыном. Я должна его увидеть, вообще с ним поговорить ни за что. Я говорю, я просто занималась физиологией. Я говорю, вы понимаете, 17 ножевых ранений. Там же на потолке должна быть кровь. Ну, как же бабушка, там, мать убитая, она все эти дни, три дня, пока дочка лежала убитая, она ходила по карвартире окровавленной и не видела ни крови, не чувствовала запаха крови. Пролейте кефир, он у вас на следующий день начнет так вонять. Или курицу оставьте. Это будет такой запах. А тут якобы труп лежал три дня. И тух, и кровь везде. Я говорю, там должна быть кровь на потолке, потому что артериальное давление – это 15 метров. Артериальное давление – струя 15 метров. А у нас всего три. Вы знаете, он так занервничал, он схватил потушенную сигарету, он начал ее курить, курить. Я говорю, чего вы так нервничаете? Вы же расследуете нормально, я вам доверяю. Почему вы так нервничаете? Вы же ее даже забыли зажечь. Это так урок. Ну, там много было всяких нарушений. Я понял, это еще раз следователи бабушкинской. Дальше. Начинается суд, и дело передают почему-то председателю бабушкинского суда, когда обычно передаются просто судье. Но тут председатель взялась за это. Там было очень много нарушений. Три месяца не вручали обвинительное заключение моему сыну на руки. А суды шли. Три судебных заседания прошли без обвинительного заключения, пока я не пригласила съемочную бригаду с какого-то канала. Тут же судья говорит, да, это незаконно, надо вручить. Вручили, отложили. В итоге на полстраничке оказалось обвинительное заключение. Его отдали перее... Как это называется? Ну, порядка 237-й статья обозвратив дел прокуратуры. Да. И вот его переработали аж на 17 страниц. Но первая страница у нас почему-то не утверждена прокурором. Нету пьетности прокурора. Нету штаба. То есть все мне говорят, наверное, это у вас какая-то копия. Говорят, да нет же. Вот. Значит, обвинительное заключение должно быть подписано, утверждено прокурором. Должна стоять в печати той организации, где она составлена, то есть, вероятно, Бабушкинская прокуратура. И в конце должна быть подпись следователя. У нас нет подписи следователя в конце. У нас не утверждено прокурором. Нет штампа. Пустая шапка. То есть это фикция. Должна быть подпись следователя. Здесь же подпись прокурора Пушкина. Выходит, что такую фикцию проглотили суды и на основании этого вынесли обвинительный приговор. Да. Я вот сейчас опубликовала, потому что это я получила сейчас уже, наверное, тридцатый раз за десять лет. Это я получил весь пакет документов из генеральной прокуратуры. И на этот раз уже Белевич Белевич нам вернула этот пакет документов. Тут еще много всяких интересных. Я еще покажу. 13.05.13. Она нам вернула. Она этого не видит. Если она думает, что это просто рыба, что это просто какая-то копия... А Белевич у нас является начальник управления по обеспечению участия прокурора в кассационных и надзорных стадиях уголовного судопроизводства. Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Да, генеральную прокуратуру. Все то же самое. Только я тогда отсылала даже 148 листов приложений. Сейчас я уже самые выжимки отсылаю. Сейчас на 54 листах. Раньше у нас это не видела Родина. Такое прекрасное имя, фамилия. Родина. Значит, по два раза в год то сын, то я, то адвокаты, то правозащитники, то Черепков слава ему делал пять запросов. Я напомню, это бывший депутат Государственной Думы. Да, седьмого созыва делал пять запросов в различные инстанции. И Чайке, и тогда еще Устинову, еще раньше, и ФСБ. Виктор Иванович Щербков сделал пять запросов еще в 2005, 2006, 2007 году. Именно благодаря ему дело послали на пересмотр. Ну как, в очень узенькой части, в постановлении Верховного суда Каменев. Есть постановление? Нет. Значит, он прям дал указание, что если в основу положено чистосердечное признание, в кавычках, потому что оно у нас без явки повинно, без всего, тоже юридически ничтожно, то почему же вы дали максимум? Дали человеку, очень положительно характеризующимся, и в школе, и в техникуме, и он еще на стройке подрабатывал. Вот. То почему вы даете максимум? Максимум по этой статье, по 105-й часть 1-й, максимум 15 лет. И было сразу понятно, что просто уберут годик. Слава Богу, убрали хотя бы два года. Мы пытались там, это в Мосгорсуде, то есть они вернули в Мосгорсуд. То есть вы такое наваяли, вы и разгребаете. Надзор этот прошел за 10 минут. Я была в шоке. Мы еще не успели войти в зал. Уже процесс идет. Мы не знаем кто, что, кто кто. Подождите, а вас не пригласили, получается? Нас пригласили, но мы пока шли, уже идет процесс. То есть сына не было на процессе. То есть все без него и даже без нас. То есть мы это все потом... Даже конференц-связь не было обеспечено. Даже конференц-связи не было на пересмотре. В Касатке была. А он когда-то рисовывал о том, чтобы... Конечно, конечно. И у нас самое интересное, именно той статьей, по-моему, 407-я, которая дает право участвовать в судебном заседании, именно этой же статьей они нам отказали. Хотя он написал ходатайство. То есть даже не было телеконференций. Мне кажется, наверное, уже тогда нужно освидетельствовать тех, кто отказал. Вообще не имели они. Ну да. Потому что уже составят сомнения, что телеконференции не имели. ККС – это квалификационная коллегия судей. Писали. Тогда еще не было, по-моему, комиссии по этике. Но очень много куда писали. Но все безрезультатно. И в Верховной же... А скажите, пожалуйста, вы можете сейчас представить документы, материалы, где свидетельствующие о том, что к вашему сыну были применены пытки. Это отражено в каких-то материалах? Ой, в деле нету ничего. В деле нету ничего. Но адвокаты мне сказали, что ему вызывали скорую. Никаких справок в деле нет. Естественно, они все это уничтожили. Кстати, по побоям... Хорошо, смотрите. Тоже прошло без его участия. В судебном заседании в суде первой инкассационной... Инстанции и так далее, где ваш сын участвовал. Он заявлял о побоях, что его избивали? Конечно, он постоянно это заявлял. Так, и хорошо. Посмотрите, вот эти сотрудники уголовного розыска из ОВД Северное и Южное Медведково, которые участвовали в судах в качестве свидетелей, они после признания перед судом, что избивали вашего сына... То есть они когда признались перед судом, что избивали вашего сына, на суд это как-то подействовало? Они не признали, что они избивали. И кто же признается? Если сын говорил, вот этот меня избивал, там прямо у нас получалась как очная ставка. Но еще самое интересное. Наш суд, значит, третья судья была уже, Каминская. Сначала была зацепа, ее дисквалифицировали. Мы очень много писали. Она была председателем суда. Потом был Кузнин, его посадили за взятки. Ну, хороший был человек. Он сразу сказал, не хочу участвовать в этом грязном деле. Как бы хотелось кинуть его на суд присяжных. Мы просили суд присяжных. Но суд присяжных внедрили только в 2003 году. А следователи, когда увидел, что грамотные адвокаты подключились, и правозащитники, они быстро-быстро-быстро, прямо в ноябре стали скидывать это дело в суд. И быстрее стали это прокручивать. Понимаете? Поэтому мы не успели на суд присяжных. Как бы нам отказали в этом. Подавали. Третья судья была Каминская. Я не знаю. Вот просто обращаясь к зрителям. Может быть, кто-то еще пострадал от Каминской. Марины Михайловны. Да, Марина Михайловна. Которая была... Ее после наших жалоб, может быть, не только наших, попросили уйти на пенсию раньше времени года на три. Да, это я понимаю, она была судью и бабушкинского районного города Москвы. Да. И она вот уже третья взялась за наше дело. И вот она почему-то постановила наше дело проводить в закрытом судебном режиме. Основания были какие-то? Основания только ходатайства той стороны. Брокуратуры? Нет. Потерпевшим? Признали почему-то не маму убитой, а папу убитой, с которой они уже там 15 лет вообще не контактировали. У него уже была другая семья в Красноармейской. Как признали? Его признали потерпевшим. А, потерпевшим по уголовному делу. И потерпевший, значит, заявил ходатайство. Он заявил ходатайство, что его внучка, ей еще 16, а там такая фотография убитая, да кто же ее будет показывать. Ну, Марина Михайловна, может, сама ему это подсказала, потому что ей стало очень удобно, раз заинтересовалось телевидение. Она по-быстренькому дело закрыла. И я все три года, мы судились три года, два года девять месяцев, я просидела в коридоре. Сейчас, как же они, приставы, которые охраняют, охрана, они когда выходили из зала сюда, они, боюсь мне в глаза, смотрите, они выходили красные, некоторые даже, ну, уже там на второй, на третий год, уже просто бежали за мной по улице, догоняли, говорили, неужели вы никуда не пишите? Пишите, это же ужас, это же кошмар, он же совершенно невиновен. И ведь его уже просто засаживают, я говорю, пишем, в Страсбург подали. То есть, даже приставы тоже люди, понимаете, и милиционеры тоже люди. То есть, ну, вот попались вот нам так по судьбе вот такие изверги. Хорошо, скажите, сейчас о том, значит, ну, вот куда жалуюсь, я так понимаю, вы уже рассказали, в Европейский суд был, Верховный и так далее. А как ваш сын в колонии вот сейчас отбывает наказание, каковы там условия? Ну, честно говоря, колония по сравнению с Матросской тишиной, где он провел два года, девять месяцев, это просто пионерский лагерь. Он так и сказал, это пионерский лагерь. Потому что в Матросской тишине он в основном находился в 106-й камере, большую часть времени. Иногда до 100 с лишним человек было в этой камере, где было всего 20-30 коек, шконок. И как же интересно, они спались. И две были заняты вещами, баулами, там все. Спали все по очереди, кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то стоит, как в переполненном метро. И менялись вот так вот, поэтому чесотков, ши, клопы, тараканы кусаются, оказывается. То есть человеческое тело уже настолько протухло, что тараканы вот так ползут и проедают тропинку. Он говорит, я чувствую больно, думаю, интересно, кто же меня оживет. Смотрит, таракан ползет и прямо как бритва снимает. И говорит, такая ранка, которая вот как срезана, она очень долго заживает, тем более без воздуха. Прогулочный дворик, он просто холодовая камера, потому что там все равно есть потолок, там решетка, то есть даже дождик на них не капает. То есть они не видели ни неба три года, ни травы, ни деревьев. А люди ведь еще невиновные, еще, извините, презумпция невиновности работает, еще они не осуждены, то есть люди просто гниют заживо. Вот, душ был раз в 10 дней, 10 лек на 100 человек. Представьте, отдавали специально 10 минут, а надо же еще постираться. И приходилось платить, чем платить, сигаретами, там, я не знаю, деньги там никак, ну вот сигареты, чаем, там, в принципе, мы и деньгами, там, скидываясь, ну так, какие-то копейки, там, по 300 рублей, чтобы просто дали час на 100 человек, ну пусть 90, пусть 80. Представляете, 10 лек, как он-то... Хорошо, скажите, вы обжаловали условия содержания? Да, мы это тоже обжаловали в Страсбурге, это тоже подходит, подпадает под третью статью европейской комменции. И в этой части то, что ваш сын содержался в таких асоциальных, нечеловеческих условиях, он был признан жертвой. Да, нам выплатили компенсацию, там, 10,5 тысяч евро. И я хочу сказать, что еще у меня не было никаких документов, мне уже начали названивать с Минфина, срочно оформлять счет, а нужна его подпись, это надо ехать в Саратов, это... Я говорю, я не могу, мне никто его туда не подпустит, мне нужна эту подпись. Они говорят, не дай бог у нас будет просрочен хоть один день, там дается, по-моему, три месяца. И далее каждый день просрочки идет штраф 3%. Это получается очень приличная сумма каждый день. Вот, в принципе, с деньгами тут... А, еще одна такая маленькая фишка, вот если люди выиграют в Страсбург и придут получить эти деньги в Сбербанк, то им предложат заплатить какой-то налог. И вот тут вот я просто закусилась, я позвала заведующую Сбербанка и говорю, я вам должна деньги, я вам должна деньги. Вы будете с меня требовать, то есть, а, я вам должна деньги, и я еще вас прошу заплатить мне, чтобы я вам выплатила долг. Ну, абсурд. На что она мне сказала, ну, вы же знаете, в какой стране мы живем. Я говорю, нет, я не знаю, закон еще никто не отменял. Здесь у меня, кстати, есть это решение Страсбурга, ну, это перевод. Тут конкретно написано, что не облагается ничем, никакими налогами, никакими. А вот Путин не подписал или Минфин не подписал именно с нашим Сбербанком. Это никого не касается. В итоге, в общем, месяц они думали, ковырялись, как-то что-то придумали, счет перевести на счет. То есть, есть везде какие-то лазинки выплатили, как полагается по закону. То есть, иногда нужно просто вот какое-то упорство проявить и здравый смысл, да, чтобы вот это вот решение, да, все-таки, я никак не могу дело наше до здравого смысла довести. То есть, что у нас уничтожено? Вы только послушайте. В первый день следствия уничтожены окурки со слюной неустановленного лица, доктопленки, что это такое? Это отпечатки пальцев. Не два-три отпечатка, а пять пленок, доктопленки, пять доктопленок с отпечатками пальцев настоящей убийцы. Срезы ногтевых пластин с погибшей мининой калерией, с подногтевым содержимым. То есть, с кем она боролась, чья там кожа, чьи там микрочастицы, тот и убийца. Они потому и уничтожили убийцы. Далее, молоток в крови был уничтожен, полотенце с пятнами крови неустановлено лица, одежда убитая со следами ранений, пятнами крови, все это не исследовано. И волосы с пяти областей головы. То есть, по сути, вы уничтожили все ключевые доказательства? Все улики, улики. То есть, вот мне один адвокат замечательный, он сказал, ты зря говоришь объективные данные. Алхаз Багаджава, вот нам помогает на Руси сидящий. А вот, кстати, это я писала о Россинском еще в 2008 году. Он на тот момент был прокурором в Мосгорпрокуратуре. Вот, можете это, пожалуйста, показать. Отличный наш помощник прокурора Бабушкинской прокуратуры Еваровский, который сейчас, по-моему, в областной прокуратуре, то есть его повысили. Вот, сейчас есть его ответ маленький. Что затоплена была камера. Я пишу, но если она даже была затоплена, то все же эти вещи были там указаны. Гульянц указал с каждого пальчика. Аккуратно все это герметично упаковывается и подписывается, с какого пальца, даже с какой руки. Даже если это все затоплено, как в Крымске, это должно было плавать по поверхности и не промокнуть. Ну, в общем, а у нас вот, на ваш запрос. В нашем деле нету мотива, раз, нету орудия убийства, его так и не нашли, два, его и не искали. Я разговаривала с дворником, она говорит, да что вы, я сама залезла в помойку, перерыла, все. Ужас какой, Леру я знала, хорошая девчонка, что ей было 35 на тот момент. Вот, мало того, живые свидетели, живые свидетели приходили к следователю на четвертый день и говорили, мы на похоронах обсуждали. Когда ее убили, говорим, не могла, не могли ее убить 19 мая, потому что мы ее видели 19 мая вечером, и еще там другие люди видели ее 20 утром. Савичева Татьяна видела вместе с сыном, которому уже было 17 лет, они встретили ее, даже поговорили с ней. Я понял, Тамара Витальевна, приведите, пожалуйста, статистику вообще вот по тюрьмам. Вот как, вы уже давно просто занимались этим вопросом. Статистику в каком плане? Невиновным? Нет, статистику по убийствам, вот там, где ваш сын, значит, отбывает наказание в Саратовской области. Сколько листов там было убегает? Вот это да, я очень обеспокоена, что он находится именно в Саратовской области, но, честно говоря, это везде просто больная тема. То есть самое ужасное, что погибают люди не от распри там внутри, сейчас бандиты не сидят, они откупаются. Сейчас сидят простые мужики, как их называют. И вот у меня есть тут из интернета, опять же, мне адвокат передал, только за полгода было убито 5 человек, это только то, что вылезло наружу. Это в какой колонии? Это не в какой, это в Саратовской области. А, просто, значит, в колонии в Саратовской области. Да, сейчас скажу, 26 апреля или 23 апреля погиб Сотников, я знакома с его мамой Ларисой Сотниковой, это 13-я колония города Энгельска, Саратовской области. Так, он скончался именно от рук Уфсиновцев. И об этом, кстати, уже говорил депутат Государственной Думы от ЛДПР Антон Ищенко. Он от Саратова, и как раз проводили круглый стол. И вот обсуждали, что почему же молодые парни мрут, как мухи, от коронарной недостаточности. То есть все почему-то от коронарной, одному 22, а вот 10 октября 2012 года в колонию поселения номер 11 Красноармейского района Саратовской области прибыл отбывать наказание осужденной по статье 158. Извините, это даже не убийство. Кража 23 года. Евгений Ладыгин. Три дня спустя он умер от острой коронарной недостаточности. Есть ссылка в интернете. 10 мая 2012 года в эту же колонию прибыл 24-летний Алексей Акульшин, осужденный по статье 158.5 кражи. Спустя 4 дня он умер. Их никто не приговаривал смертельно к высшей мере наказания. Как вы думаете, от чего? Ну, от чего же? Вот тут пишется, опять же, от острой коронарной недостаточности. 12 октября 2012 года в колонии номер 13 Энгельса покончил с собой через повешение 22-летний заключенный. Вот фамилии здесь нет. Так, далее. 16 октября 2012 года в ведомственной больнице УФСИН по Саратовской области ОТБ номер 1 скончался. 22-летний заключенный, который был доставлен 6 днями ранее. Из ИК номер 4 города Пугачева, это тоже Саратовская область, в качестве официальной причины смерти сначала фигурировало заполивание туберкулез. А далее, по полученным от врача-терапевта УТБ номер 1 осужденный скончался от острой коронарной недостаточности. Видите, везде есть ссылки. Можно в интернете пройти по ссылкам. 9 октября 2012 год в Москве в пресс-конференции информационного агентства Росбалт состоялась прент-конференция на тему высшей меры наказания тюрьма. То есть у нас теперь тюрьма, никто не застрахован, что любой заключенный может просто погибнуть и не от заключенных, не от расприя, а именно от таких условий, которые создают сотрудники ВСИН. Мой сын даже спас жизнь одному сокамернику. Вот целую часть держал рану, не выдержал человека психологического прессинга, то, что ему там постоянно вызывали, и вскрыл себе горло. Это было, по-моему, 17 июля, и мой сын держал эту рану час. Хорошо, Тамара Витальевна, а в чем прессинг заключается, я понял. Есть различные меры у них там. Ну, например, не дают спать, вот в какую-нибудь одиночку заводят, не дают спать, создают там какие-то шумовые, или рядом в камере кто-то орет, фашисты, хватит, не мучайте меня. То есть вот так вот неделю человек слышит, как другого рядом мучают. Понимаете, вот такой вот психологический прессинг есть. Это я откуда знаю, мне просто пишут заключенные уже, как правозащитнику, и из писем, ой, у меня, к сожалению, нет с собой фамилии, имен. Да, 5 марта тоже убили мальчика, это тоже Саратов, вот я тут заблуждаюсь, какая колония, но тоже Саратовской области, тоже было освещено широко. Это только то, что вышло на поверхность. Я понял, а как мучают-то, вот? Ну что, избивают, иногда даже в нашей десятке оказывается, мы знать не знаем, у меня он очень примерный, там учится, спортом занимается, он говорит, мама, я ничего этого не знаю, потому что те, кто находится в ПКТ, вот это в ШИЗО, в более строгих, как бы есть такая внутренняя тюрьма в колонии, вот там, говорит, неизвестно, что происходит. Я, так честно говоря, когда была на свидании, а там прогулочные дворики выходят к нашим окнам, я наоборот слышала там хохот, и даже наоборот, просыпаюсь утром, думаю, боже мой, такая идёт грамотная, интеллигентная речь, обсуждает картины Левитана, Рубинса. Я потом говорю, Вася, у вас в ПКТ сидят люди, которые знают Рубинса, Левитана и Чайковского, потрясающе. Он говорит, да, но вот то, что происходит по ночам там, есть, например, холодовой карцер, это в разных колониях, это место, где не обогревается, и людей там оставляют на сутки, например, или на ночь. А зачем оставляют холодовую? Ну, вот чтобы он там мог подписать какие-то... То есть попытают, это пыточные условия. Да, да, это пыточные условия, чтобы, опять же, вот, например, давайте я буду про своего сына говорить, не буду говорить про то, что мне пишут, вот это я взяла официально, то, что уже есть в интернете. Хорошо, давайте, конкретно, клеветали что-то. Вот, например, конкретно моего сына. Значит, 28 марта 2012 года мне позвонили, сказали, что его увезли в неизвестном направлении. Позвонили мне где-то полвосьмого, представьте моё состояние. Я так, аааа, через 40 минут я уже была на СОТВ Ольге Романовой, и уже там спасите, помогите, как разыскать человека. Мы сделали несколько запросов, мы его нашли в СИЗО-1 города Саратова. Хочу сказать, что в колониях больше порядка, чем в тюрьмах. То есть в СИЗО-1 воруют, обеды заказываешь, они не доходят, или доходят не в том виде, как ты заказываешь. Оказывается, можно даже мороженое заключённому передать. Но так как очень много, сейчас я знаю, зрители скажут, вот так им и надо, они все бандиты. Нет, они не все бандиты. Я думаю, ну, 30% невиновных там есть. Но Алексеева, господи боже мой, Людмила, всё забыла. Людмила Алексеева, она правозащитница знаменитая. Она сказала, Тамара, вы зря так думаете, никакие не 30%, 80%. Ну, хотя бы перебиты статьи, это там каждое второе, что перебиты на более тяжёлое. Вот, я заказываю мороженое. И оно доходит до него только через полтора месяца, потому что я просто пришла во всю Россию, говорю, ну не стыдно. Теперь какие меры вы планируете принимать по защите вашего сына? Мы уже прошли 33 круга, вот это всё уже по 33 круга. Вот я показывала, да, Родину? Или ещё не показывала? Нет, ещё на камеру мы не показали. Значит, замечательная ГН Родина. 16.06.10. Так, давайте, потому что у нас уже, к сожалению, время подходит к концу. То есть, каждые полгода она давала ответы. Вот тут сколько их? 8 ответов. И всё одно и то же, почти один и тот же тесто. 135 рисунок, возможно. И суд, который усвоится, что понимает его внимание, что по указам ДОДО, выходит ли мне, что еще по какой-то отношению не понималось, по которой городу Москвы повышено проверить сообщение сведений, информированные заявления о результатах. Да, и действительно, да. То есть, они просто переписывают, переписывают, просто калька. Действительно, эти 8 ответов, ну даже пока, что у зрителей не отнимать время, когда тут ни о чём. Вот понимаете, если бы они истребовали дело, но они бы увидели бы вот это обвинительное заключение, они бы увидели, что заключение эксперта, 09-91, это Политаев, который самый первый, который обследовал труп. Он был спецом. Конкретно, в двух словах буквально. Что вы сейчас собираетесь понимать, какие меры по защите вашего суда? Я сейчас всё уже, как бы мы прошли уже всё. И Верховный суд, ну а я вчера залезла на сайт Верховного суда, 19 ответов. То есть, получается так, что все, я просто, чтобы наши зрители знали, вот, что все преступления, которые совершили сотрудники уголовного розыска, УВД Северное и Южное Медведково, по отношению к Андреевскому Василию Константиновичу, были узаконены решениями московских судов и Верховным судом Российской Федерации. А те доводы о том, что Андреевский Василий Константинович вообще и близко, даже не находился в местном совершении преступления, были просто проигнорированы. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Продолжение следует...